Тема седьмая. Внутренняя и внешняя политика России в 17 веке. Параграф первый. Изменения в социальной и экономической жизни. К середине 17 века разруха и разорение смутного времени были в основном преодолены. Вместе с тем вся история московского государства в 17 столетии развивалась в прямой зависимости от того, что произошло в смутную эпоху. Платонов. Состояние общественно-экономических отношений в это время поставило вопрос о зарождении капитализма в России. В 17 веке происходит дальнейший рост крупной земельной собственности, преимущественно развивающейся теперь в форме поместного землевладения. Новым явлением в развитии землевладельческого хозяйства стало усиление его связи с рынком. Наряду с этим наблюдается в значительно большем масштабе выделение из крестьянской среды зажиточной верхушки, капиталистых мужиков. В целом же происходит дальнейшее углубление специализации сельского хозяйства. В это же время идет повсеместное перерастание ремесла, изготовление продукции на заказ в мелкотоварные производства, изготовление на рынок. В соответствии с природно-географическими условиями складываются районы ремесленного производства, увеличивается количество мануфактур, растет число городов. К концу 17 века оно достигает 300. Вышеуказанные факторы дали широкий простор для развития рыночных связей. Значительно расширился обмен товарами между отдельными районами страны, что свидетельствовало о складывании национального всероссийского рынка. Его дальнейшее развитие требовало продвижения России в Сибирь вплоть до Тихого океана. Началось слияние земель в единую экономическую систему, укреплявшую и политическое единство страны. Однако необходимо иметь в виду, что появлявшиеся элементы капиталистических отношений находились под сильным воздействием со стороны крепостнической системы. Параграф 2. Соборные уложения 1649 года и политический строй. Процессы, происходящие в обществе, нашли отражение в принятом Земским собором уложении царя Алексея Михайловича, своде государственных законов. Важнейшей нормой соборного уложения было введение бессрочного сыска беглых крестьян, то есть отменялись урочные лета. Подтверждался и запрет перехода крестьян в юре в день. Эти меры означали юридическое оформление крепостного права. Ряд статей регламентировал развитие крупного землевладения, в частности, вотчинного и поместного, а также накладывал дальнейшие ограничения на церковное. Первые главы соборного уложения содержали статьи о престиже царской власти и преступлениях против нею. Власть царя усиливалась, что означало движение по пути к абсолютной монархии. Окрепшее самодержавие переставало нуждаться в поддержке со стороны сословно-представительного органа Земского собора. Последний собор полного состава был проведен в 1653 году. Однако Алексей Михайлович, 1645-1676 годы, еще был вынужден считаться с Боярской думой, пополнившейся дворянами и представителями приказной бюрократии. Исполнительная власть принадлежала приказам, переживавшим в XVII веке свой расцвет. В общей сложности в это время функционировало до 80 приказов. Важнейшими среди них были посольский, поместный, тайных дел, стрелецкий. Финансовыми делами ведали приказы большого прихода, большой казны, счетный. Имелась система дворцовых и патриарших приказов, а также территориальных, ведавших некоторыми районами страны. Значительно выросла численность бюрократии, до более четырех с половиной тысяч человек. Изменения произошли и в организации местного управления. Власть в уездах сосредоточилась в руках назначаемых из центра воевод. Однако в Поморье сохраняло земское управление. Предпринимаются попытки реорганизации армии. Создаются полки нового строя, куда набирались даточные люди. Сто крестьянских дворов давали на пожизненную службу одного солдата, проходившие военное обучение под началом офицеров-иностранцев. Параграф 3. Государство и церковь. Раскол. В событиях смутного времени церковь играла видную роль. Еще более ее авторитет повысился в 20-е годы XVII века, когда патриарх Филарет фактически соединил в своих руках прерогативы светской церковной власти. Несмотря на то, что соборные уложения 1649 года ограничивало рост церковного землевладения и урезало иммунитетные права монастырей, экономическое могущество церкви оставалось по-прежнему велико. Вместе с тем внутри церкви существовали разногласия по вопросам исправления церковных служб, понятия нравственности духовников и противодействия проникновению светских начал в духовную жизнь населения. Не было согласия в том, по каким образцам надлежало производить исправление. Одни считали, что за основу надо положить древнерусские рукописные книги «Аввакум». Другие — греческие оригиналы «Никон». Несмотря на непримиримость оппонентов, споры вначале не выходили за рамки богословских рассуждений узкого круга лиц. Так продолжалось до тех пор, пока «Никон», не стал в 1652 году патриархом. Он сразу же начал проводить церковную реформу. Наиболее существенные изменения коснулись церковных обрядов. «Никон» заменил обычай креститься двумя пальцами троеперстием. В богослужебные книги вписывали слова, по сути, равнозначные, но по форме другие. Произошла замена и других ритуалов. Из Москвы были высланы ревнители, например, протопоп «Авакум» в Сибирь. Одновременно «Никон», некогда бывший другом царя Алексея Михайловича и ставший патриархом при его содействии, стал претендовать на государственную власть. Демонстративно подчеркивая превосходство духовной власти над Светской, он становился соправителем царя, а во время отсутствия Алексея Михайловича занимал его место. В приговорах Боярской думы появилась такая формулировка «Светлейший патриарх указал, и бояре приговорили». Но Никон переоценил свои силы и возможности, поскольку приоритет светской власти был уже определяющим в политике страны. В результате его отправили в ссылку простым монахам в Ферапонтов монастырь. Вместе с тем церковный собор объявил проклятие всем противникам реформы. После этого раскол в России разгорелся с гораздо большей силой, только религиозное в начале движения приобретает социальную окраску. Однако силы споривших между собой реформаторов и старообрядцев были неравны. Первых поддерживали церковь и государство, вторые защищались только словами. Общим их лозунгом был возврат к старине, хотя каждый из этих групп понимал его по-своему. Трагическая судьба выпала на долю старообрядцев уже в XVII веке. Подвижнической смертью погиб неистовый Аввакум. После многолетнего сидения в земляной яме он был в 1682 году сожжен. Преследование вынудили старообрядцев уйти в глухие места на север, в Заволжье, где их не коснулась цивилизация ни в XVIII, ни в XIX веке. Что касается официальной церкви, то она пошла на компромисс со светской властью. Собор 1667 года подтвердил независимость духовной власти от светской. Параграф 4. Социальные выступления. Восстание под руководством Степана Разина. Середина, вторая половина XVII века были наполнены социальными потрясениями. Первым в их ряду явилось восстание в Москве в 1648 году, известное под названием Соляной бунт. Пустующую государственную казну решили пополнить путем замены прямых налогов косвенными. В 1646 году было решено обложить дополнительный пошлиный соль. Это вызвало резкое сокращение потреблений соли и недовольство прежде всего рядового посадского населения. Тогда, в 1647 году соляной налог был отменен, но образовавшуюся недоимку стали вновь взыскивать обычным путем прямыми налогами. В городах это особенно ударило по жителям черных слобод, которые, в отличие от бело-слободчиков, освобожденных от платежей, несли в полной мере государево тягло. Черно-слободчики требовали ликвидации белых слобод и уравнения их населения в правах и обязанностях со всем остальным посадом. Недовольство выражало и дворянство. В ходе восстания сложился союз посадских людей, дворян и стрельцов. Они потребовали созывы Земского собора для рассмотрения их требований. По уложению 1649 года, которое утвердил собранный Земский собор, предусматривалось так называемое посадское строение, упорядочившее организацию посада. Эхо московских событий прокатилось по другим городам российского государства. Движущими силами выступали на севере посадские люди, а на юге мелкий служилый люд. Посадское движение продолжилось в 1650 году в Новгороде и Пскове. Следующее выступление произошло в 1662 году в Москве. Оно известно как «Медный бунт». Восстание было связано с русско-польской войной, начавшейся в 1654 году, которая вызывала большие финансовые трудности. В поисках выхода московское правительство взамен серебряной монеты стало чеканить равнозначную медную, которая со временем обесценилась. Налоги, между тем, собирались по-прежнему серебром, в то время как жалование выплачивалось медью. Вследствие этого посадское население оказалось неплатежеспособным. В июле 1662 года посадские люди, стрельцы и солдаты двинулись в резиденцию царя в село Коломенское и потребовали выдачи бояр и купцов, причастных к неудачной денежной реформе. Вступив с ними в переговоры, царь Алексей Михайлович одновременно вызвал верные мустрелецкие полки, которые жестоко расправились с восставшими. Однако чеканка медных монет была прекращена. В южных районах России земли по Дону были заселены казаками. Особенности положения казаков, оборона пограничных земель от крымцев и нагайцев, обусловливали их отношения с центром, который обеспечивал их хлебным жалованием, а также не требовал выдачи беглых крестьян. С Дона выдачи нет. Нередко казакам для устройства своего имущественного положения приходилось собирать походы, которые зачастую сводились к грабежу казенных и купеческих караванов на Волге. Однако в 60-х годах правительство стало противодействовать казакам, и тогда начались волнения. Во главе восставших стоял донской казак Степан Разин. Первые его походы за Зипунами через Каспийское море на Волгу и Яик в 1667 году, а затем в пределы Персии в 1668-1669 годы ничем не отличались от прежних. Новый же поход Разина, начавшийся в 1670 году, превратился в казацко-крестьянское восстание. Наряду с казаками и русскими крестьянами в нем участвовали народы по Волжье, мордва, татары, чуваши и другие. Весной отряды восставших овладели царицыным, а в начале лета – Астраханью. Затем было принято решение продвигаться на север, вверх по Волге. Восстание охватило значительную территорию по Волжье. Но после неудачной осады Симбирска в сентябре 1670 года кавстанцы были разбиты правительственными войсками. Разин ушел на Дон, где в феврале 1671 года был схвачен зажиточными казаками, выдан правительству и казнен. После его казни восстание пошло на убыль. Причинами поражения были стихийность и слабая организованность движения, отсутствие четких целей борьбы. Параграф пятый. Россия в конце 17 века. После смерти царя Алексея Михайловича на престол был возведен 14-летний Федор Алексеевич 1676-1682 годы. Его сын от первой жены Марии Милославской, происходившей из старинного боярского рода. Кроме Федора, у них был еще сын Иван и шесть дочерей, старшей из которых была Софья. От второго брака с Натальей Нарышкиной царь имел сына Петра и дочь Наталью. В 1670-1680 годы Между придворными группировками Милославских и Нарышкиных шла беспрерывная борьба за власть. Во главе первых стояла энергичная и властолюбивая царевна Софья, вторых возглавляла мать Петра царица Наталья Кирилловна. После смерти бездетного Федора встал вопрос о его преемнике. По старшинству наследовать престол должен был Иван, но он был малоспособен к правлению. Тогда выбор пал на Петра. Он не устраивал Милославских, и они, воспользовавшись недовольством стрельцов, подняли их против Нарышкиных. Стрельцы потребовали провозглашения царями и Ивана, и Петра, а по их молодости управление страной было отдано в руки царевны Софьи. Она же первым делом подавила стрелецкий мятеж, казнив руководителя стрелецкого войска Хованского. Фактически правителем при Софье стал князь Василий Голицын, способный дипломат, но неудачливый полководец. Отношения между Софьей и взрослеющим Петром обострялись. В августе 1689 года по ложному слуху о якобы готовящемся стрелецком перевороте в пользу Софьи, перепуганный Петр скрылся за стенами Троицы Сергиевого монастыря, но затем, поддержанный своими потешными полками и даже некоторыми полками стрельцов, Петр добился заключения оставшейся безвоенной силы Софьи в Новодевичий монастырь. Осенью 1689 года к власти в лице Петра приходят Нарышкины. Параграф 6 Основные тенденции развития русской культуры в XVI-XVII веках Но духовную культуру XVI-XVII веков, как и прежде, большое значение оказывала Церковь. Однако духовная культура, особенно народных масс, не была свободной от языческо-христианских представлений. Это проявлялось в традиционных обрядах и празднествах. Фольклория XVI века наряду с бытованием жанров прежних эпох блин, сказок, пословиц и т.д. расцветает жанр исторической песни. Большое распространение имели и исторические предания. Песни и предания обычно посвящались выдающимся событиям того времени или историческим личностям. Большая часть грандиозных рукописных историко-литературных трудов связана с деятельностью митрополита Макария. Им и его помощниками к 1554 году были созданы великие чети Минеи, 12-томные собрания всех книг, чтимых на Руси, житии, поучений, памятников церковного права, повестей и сказаний. В середине 16-го века летописцами был подготовлен новый летописный свод, получивший название Никоновской летописи, так как один из ее списков принадлежал в 17-м веке патриарху Никону. Летописи 16-го века представлены также и отдельными сочинениями. Например, «Летописец с начала царства» описывает первые годы правления Ивана Грозного. В 1560-х годах составляется «История о Казанском царстве», которая доказывала историческую справедливость его завоевания. К литературе бытового жанра относятся такие оригинальные произведения, как «Домострой», «Повесть о Савве Грудицине», «Повесть о горе злочастии». Новым жанром можно считать сатирические повести, такие как «Повесть о Бражнике» и другие. В 16-м веке появился жанр публицистики, который нес в себе назидательные, поучительные, идеологические мотивы. Москва, Третий Рим, Филофея, челобитные Ивану IV, Ивана Пересветова, произведения Ермолая Еразма, переписка Ивана IV с Курбским, сказания о Гришке Отрепьеве, сочинения Авраамия Палецина. Начало книгопечатания, 1564 год, послужило развитию письменности и созданию школ, особенно во второй половине XVII века, когда в Россию проникают знания из Европы. В течение всего периода широко ведется строительство каменных городских Кремлей. Особенно внушительные сооружения возводятся в Москве. В 1530-е годы часть посада обносится кирпичной стеной и получает название Китай-города. Позднее были построены третье кольцо стен Москвы, Белый город, а также Земляной город, проходивший по линии современного садового кольца. Кольца укреплений Москвы пересекались улицами-дорогами, начинающимися от Кремля. Такая планировка носит название радиально-кольцевой и является традиционной для средневековых русских городов. Растут и множатся монастыри Новодевичий, Донской, Данилов, Симонов и другие, использовавшиеся также и как крепостные сооружения, поэтому их стены строились так, чтобы они могли выдержать осаду. Укрепление русского государства отмечается расцветом архитектурного творчества. Со второй-третьей шестнадцатого века каменное зодчество из народной деревянной архитектуры проникает шатровый стиль церковь Вознесения в селе Коломенском. Выдающимся памятником шатрового стиля является собор Василий Блаженного. Решения стоглавого собора оказали влияние не только на архитектуру, но и на живопись. Живописцы обязаны были строго придерживаться греческих образцов и иконописи Андрея Рублева, поэтому они уделяют большее внимание техническим приемам. Но все же в семнадцатом веке появляется более пристальный интерес к изображению человеческого лица Симон Ушаков, а примером светского жанра могут служить порсуны-портреты изображений Ивана Грозного, Скопинашуйского. Постепенно запрещались представления скоморохов. Новым явлением становился придворный театр. Параграф седьмой. Основные задачи внешней политики. После окончания Смутного времени внешняя политика России не отличалась активностью. Необходимо было залечить внутренние раны и определить роль московского государства в Европе. К 1630 годам очерчивается круг необходимых задач внешней политики России, а также ее позиции по отношению к соседям. На западе и северо-западе возвращение потерянных в смутное время земель. На южном направлении, как и в 16 веке, обеспечение безопасности от набегов крымских ханов. Необходимо добавить, что к Северному Причерноморью проявляла интерес Османская империя, вассалом которой был Крым, поэтому проявление излишней активности в этом регионе грозила России войной с Турцией, которой в Москве были еще не готовы. В связи с этим самым разумным вариантом на юге оставалась засечная политика. Параграф 8. Отношения с речью Посполитой. Воссоединение Украины с Россией. Начавшаяся в 1618 году в Европе 30-летняя война к 1630 годам создала благоприятную международную обстановку для борьбы с речью Посполитой за возвращение Смоленска. Но решить эту задачу в состоявшейся Смоленской войне России оказалось не по силам. Новые военные столкновения между речью Посполитой и России произошло лишь через 20 лет и оно было сопряжено с ситуацией на украинских землях. Со времени Люблинской Унии 1569 год Украина находилась непосредственно в составе Польши. Основное население Украины хлопы испытывало не только экономический закрепощение, но и национальный и религиозный гнет. Со временем недовольство хлопов, подкрепленное антипольскими настроениями части горожан, казачества и православного украинского дворянства стало выливаться сначала в локальные вооруженные столкновения, а затем и в освободительную войну, начавшуюся в 1648 году. Признанный лидер движения Богдан Хмельницкий в поисках союзников обратился в Москву за помощью. Необходимо отметить, что подобные обращения имели место и ранее, начиная с 1620 года, когда запорожский гетман Сагайдачный выразил готовность служить Михаилу Федоровичу. По мере возможности русское правительство оказывало необходимую поддержку хлебом, оружием, предоставляло свои территории для прохода украинских повстанцев. Но как тогда, так и в 1648 году Россия, не желая войны с Речью Посполитой, оказать открытую военную помощь не торопилось. Ситуация изменилась после неудачного для Хмельницкого 1653 года. Поражения украинского воинства могли усилить общего для России и Украины противника Польшу, поэтому Земский собор в октябре того же года принял решение о воссоединении двух братских народов. 8 января 1654 года в Переиславле аналогичную решимость продемонстрировала Ирада. Заключение этого договора автоматически привело Россию к ожидаемой войне с Речью Посполитой. Сначала война протекала успешно для России. В первую кампанию был взят Смоленск и еще 33 города Восточной Белоруссии. В это же время в пределы Польши вторглись шведы и заняли ее большую территорию. Появление сильного соперника на западных рубежах для России было более невыгодно, чем война со слабеющей Польшей. В 1656 году Россия заключает перемирие с Речью Посполитой и в этом же году начинает войну со Швецией на территории Прибалтики. Овладев рядом крепостей, русские подошли к Риге, но осада была неудачной. Война шла и в землях Приневья, где, в частности, был взят имевший большое стратегическое торговое значение шведский город Ньеншанц. Тем временем возобновила военные действия Польша, поэтому в начале со Швецией в 1661 году был заключен Кардисский мир, по которому за ней оставалось все Балтийское побережье. Война с Польшей закончилось подписанием в 1667 году Андрусовского перемирия на 13,5 лет, согласно которому России возвращался Смоленск и все земли к востоку от Днепра. В 1686 году был заключен вечный мир, закрепивший за Россией на вечные времена Киев. Параграф девятый Вечный мир и его последствия Вечный мир положил начало многочисленным войнам с Турцией, поскольку по его условиям Россия становилась в ряд государств противостоящих Османской империи в ее движении на европейский континент. Впрочем, выступление в союзе с Польшей, Австрией и Венецией имело и свои плюсы. При удачных военных и дипломатических раскладах Россия могла избавиться от разорительных набегов крымских ханов и получить выход к Черному морю. Заключив Вечный мир с Речью Посполитой, Россия стала отрабатывать союзнические обязательства, вследствие чего были два неудачных крымских похода Голицына. Но даже неудача этих походов имела важное значение для союзников. Турецкая армия, скованная движением русских войск в районе Крыма, снизила активность действий на Балканах. Верность условиям Вечного мира впоследствии продемонстрировал и молодой Петр Первый во время азовских походов в 1695 и 1696 годах. Однако после взятия Азова, казалось, Европа утратила интерес к турецкой проблеме, что и переориентировало русскую внешнюю политику с юга на северо-запад. Выход к Черному морю откладывался более чем на 70 лет. Субтитры 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 Субтитры